Это проект «Смотри Хабаровск» в студии Анастасия Незнанова. Краевая детская библиотека имени Наволочкина получила в дар бесценный подарок – коллекцию книг с иллюстрациями знаменитого художника Геннадия Павлишина. О ценности приобретения, о чтении литературы современными детьми и взрослыми поговорим сегодня с Раисой Наумовой, директором детской краевой библиотеки имени Наволочкина. Раиса Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Сначала поговорим о новых экземплярах книг с иллюстрациями Павлишина, которые появились в детской библиотеке. Расскажите о них подробнее. Это что-то новенькое, свеженькое. Это какие-то переиздания, ведь в библиотеке уже давно есть экземпляры Павлишина. Да, я хочу сказать, что у нас в Хабаровском крае есть наше достояние, есть наш художественный бренд, есть самый именитый прославленный художник, и он наш хабаровский Геннадий Дмитриевич Павлишин, народный художник Российской Федерации, почетный гражданин города Хабаровска. Это гений книжной иллюстрации. И свою популярность как книжный иллюстратор он обрел еще в середине прошлого века. Не очень большая, полдотворная творческая биография. Он для нас является, безусловно, мастером, для библиотек и наших читателей он является знаковой личностью. И он действительно приобрел мировую известность. И большое событие для нашей библиотеки в этом году стало его желание и подарок, бесценный для наших юных читателей, для наших молодежи, подрастающего поколения. Потому что я отношусь к тому поколению, которое выросло на книгах Павлишина. И для меня это самое ценное и дорогое, что может быть. И в этом году, буквально недавно, месяц назад, семья Павлишина передала в фонд нашей библиотеке, в дар, коллекцию своих книг, иллюстрированных мастером, 18 отдельных изданий. Это не полная его коллекция, потому что за свою долгую биографию, а мы сейчас говорим только об одном его большом, мощном направлении, Павлишин – гений книжной иллюстрации. Хотя он, конечно, и мастер, гениальный живописец, и он занимается флорентийской мозаикой, и он один из лучших, ходит в первую пятерку лучших художников-анималистов мира. А мы сейчас говорим о нем, только одна грань его колоссальной, конечно, деятельности – это Павлишин – книжный иллюстратор. И всего проиллюстрировано и создано около ста книг Геннадия Дмитриевича Павлишина. А свою коллекцию, в своей личной библиотеке он передал в количестве 18 книг. Я не могу сказать, что это последние или новые его книги. Я хочу сделать только акцент, что часть книг из этой коллекции уже является книжным раритетом, они являются библиографической редкостью, которую уже невозможно приобрести, возможно, они есть только в библиотеках Хабаровского края. Книжные памятники. Да. Ну, книжный памятник – это громко сказано, я называю это редкие и ценные издания. Вот посмотрите, одно из первых изданий, вообще первая книга, которую в 65-м году издал Геннадий Дмитриевич. Она вот в центре у нас на экспозиции «Мерген и его друзья. Нанайская сказка». Это уже, видите, переиздание, которое вышло в 21 веке. Она иначе исполнялась. И затем, абсолютно с триумфальным мировым успехом, он издает вторую книгу. Всеми нами известную и любимую Дмитрия Нагишкина «Амурские сказки». Вы видите уже исполнение. Эта книга переиздавалась более пяти раз. Эта книга издавалась два раза в Нью-Йорке, Испании, Италии, Японии. Книга, которая приобрела такой огромный масштаб, и необходимо отметить, это очень важно. И Геннадий Дмитриевич очень гордится этой наградой. За эту книгу Геннадий Дмитриевич был достоин главной награды на международном фестивале детской книги в Братиславе. Награда «Золотое яблоко». Затем, в 79-м году, за эту книгу он получил международную премию на книжной выставке в Лейпциге. Он получил государственную премию имени Крупской. То есть уже в конце прошлого века эта книга стала такой оскароносной. Она уже стала золотой. Собрала все трофеи. Да, все золотые трофеи международных книжных выставок. Она действительно является потрясающей. Сам «Амурские сказки» Нагишкина и иллюстрации Павлишина. Эта книга стала, конечно, триумфом. Она и сейчас. Видите, и в 21 веке. Уже в 20-х годах эта книга была переиздана вот в таком подарочном исполнении. И является украшением. Я бы сказала, что это золотой фонд российской детской литературы. А еще хочу обратить внимание, это отдельные экземпляры из подаренной коллекции. Мне рассказала Ирина Павлишина, его дочь. Она передавала нам эту коллекцию. В его мастерской мы получили на Истомина этот ценный груз. И она сделала акцент вот на этой книге. Это тоже одна из первых книг. Она была издана в 78-м году. Издать в Москве. Вот понимаете, чем интересны эти издания, которые не отличаются, конечно, таким вот полиграфическим исполнением. Они сейчас более скромны в издании. Но у них есть главное преимущество. Тираж этой книги – 60 тысяч экземпляров. Книги тогда детские выходили огромными тиражами. И Ирина Павлишина рассказала мне, что эта книга произвела фурор даже в мировом детском книгоиздании. И потом уже Геннадий Дмитриевич узнает, что эта книга вышла в 16 зарубежных странах. В этом он английском языке. Да, в 16 зарубежных странах. Книга была очень популярна. Она произвела большой фурор. И, как сказала Ирина Павлишина, Геннадий Дмитриевич не получил гонорара ни за одно издание книги. Но он очень счастлив, потому что такая грандиозная география. И сразу пришла такая большая популярность замечательному книжному иллюстратору. Я хочу обратить ваше внимание, что в коллекции есть еще такое уникальное издание. Очень редкий, очень удобный. Называется книга «Карманный формат». И эта книга нашего изумительного поэта Петра Комарова, нашего классика дальневосточной поэзии. И называется поэма «Серебряный кубок». И сейчас, как сказала Ирина Павлишина, Геннадий Дмитриевич переиздал эту книгу. Потому что «Серебряный кубок». Петр Комаров написал эту книгу в 43-м году, летом, в разгар Второй мировой войны, для того, чтобы поддержать дух наших бойцов. Петр Комаров является нашим поэтом, фронтовиком. И Геннадий Дмитриевич переиздал эту книгу для наших бойцов СВО. Он сделал такой подарок, потому что считает, что лучше этой поэмы Петра Комарова, но не может ничего поднять в боевой дух наших ребят и поддержать. Вот такой замечательный наш Геннадий Дмитриевич. И вот эта книга тоже украшает коллекцию книг Павлишина в фонде нашей библиотеки. Что еще? Есть ли еще один экземпляр? Вообще, конечно, говорить о каждой книге можно бесконечно. И если его, как сам говорит Геннадий Дмитриевич Павлишин, вообще, что в моем творчестве является главное, да, в его художественном творчестве, и так же, как книжного иллюстратора. И он говорит, что самое главное для него – это, безусловно, человек. Его история, судьба, быт. И больше всего внимания он уделяет природному и животному миру Дальнего Востока. И мы знаем, как много внимания он уделяет самому красивому и хищному зверю – тигру. Тигру посвящено огромное количество книг. Он издал, здесь не представлено, но он издал великолепное полиграфическое, это просто, можно сказать, полиграфический памятник искусства. Это большой формат, изумительные иллюстрации Павлишина. И Павлишин не только издает, а он много очень посвящает традиционной культуре народов Преамурия. Это основная сквозная его линия творчества. Его можно назвать этнографом народов Дальнего Востока, совершенно точно. Но также он художник-анималист. И он посвящает очень много иллюстрации и тигру. И считает, что тигр – это венец творения природы. И это событие для книжной культуры в масштабах Дальнего Востока, потому что буквально недавно я была участником презентации в Дальневосточной государственной научной библиотеке. И надо отметить огромную работоспособность Дмитрия, Геннадия Дмитриевича. Смотря на почтенный возраст. Вы знаете, был у него такой период, он очень активно издавался, а затем очень много было переизданий его книг. И вот, надо сказать, такой всплеск очень большой его внимания книги началось с 2000-х годов. Это как бы такое второе дыхание. Он очень ценит книги. И, как говорит его доча Ирина Павлишина, в каждой книге он радуется. Он говорит, рождение книги – это как рождение ребёнка. Это для него огромное событие, огромная радость. И у нас существует в Хабаровске благотворительный фонд «Биосфера». У них целое издательское направление. И они основали серию. Я очень люблю литературные серии, их сейчас очень мало. В своё время их было очень много. Называется «Сирия. Библиотека юного натуралиста». Вот посмотрите. В этой серии. А, кстати, книга вышла в Хабаровской краевой типографии. Посмотрите, какое изумительное полиграфическое исполнение и какие мощности полиграфические современные у нашей типографии. То есть они очень гордятся, что гений книжной иллюстрации – наш Хабаровский. Благотворительный фонд «Биосфера», который основал эту серию – наша Хабаровская. Им было очень важно, чтобы эта книга вышла именно в Хабаровске. И книга «Владыка северных джунглей». Здесь есть комментарии известных биологов-охотоведов. Книга научно-популярная. А иллюстрации нашего замечательного мастера. Иллюстрации замечательные. Это новая последняя книга, которая пополнила коллекцию Геннадия Дмитриевича Павлишина. Вообще, если говорить в целом, то книг около ста. И получив эту коллекцию книг замечательных, каждая книга – это шедерр полиграфического искусства, и это большое событие, это стало, знаете, рождением для нас нового проекта. Мы так вдохновились. Каждая книга, подаренная нам, снабжена автографом. Да, напутствием юным читателям нашей библиотеки от семьи Павлишиных. Каждая книга. Книга, которая с автографом, ее ценность бесценна. В разы вырастает, конечно. Да, в разы вырастает. Поэтому мы решили, что эта коллекция, подаренная мастером, она станет основой, таким центральным блоком для нашей постоянно действующей большой экспозиции. Сейчас мы разрабатываем концепцию, брендируем, смотрим за разделами. И мы в 25-м году, в начале следующего года, откроем большую книжную экспозицию. Гении книжной иллюстрации. И, конечно, отдельный большой раздел будет посвящен нашему любимому мастеру. И все подаренные книги, они украсят эту коллекцию. Мариса Вячеславовна, вы говорите с детства, вы вместе с книгами Павлишина выросли. Вот расскажите, как это было? Приносили родители домой, вы сами бегали в библиотеку, доставали, брали у друзей. Вот как это было в вашем детстве? Я вам сейчас расскажу. Я выросла в семье читающей. А читающая семья – это, безусловно, все друзья и постоянные читатели библиотек. Поэтому, конечно, все, что было самого интересного, самого яркого, а любая книга Павлишина не могла быть незамеченной, она была событием и в моей семье. Мы очень много... В свое время, в мае время, книги очень часто... Мы покупали книги, мы формировали колоссальные библиотеки. Это считалось очень престижным, и библиотекам удерялось. Вот именно семейным библиотекам – это было такое вот прям традиции, традиции семейная библиотека. И книги Павлишина были в моей семейной библиотеке. Потом нужно отметить, что я по профессии библиограф-краевед, с очень большим стажем, и я очень хорошо знаю и люблю краеведческую книгу. Вы знаете, я много лет работала в Дальневосточной государственной научной библиотеке в отделе краеведческой литературы. И если сейчас вы откроете книги Павлишина и просто скажете, вот покажите нам в фонде, вы увидите эти книги. Они с материальным износом, они с заклеенными страницами. С другой стороны, вы знаете, какое счастье, я думаю, испытал бы Геннадий Дмитриевич, видя это, потому что мы понимаем... Значит, читали. Высочайший спрос. Высочайший спрос. Книги без конца ремонтируют, их реставрируют, их снова ставят на полку для читателя. И то, что, как-то, знаете, Геннадий Дмитриевич стал так активно переиздавать свои книги, и он очень плотно работает с очень известным престижным издательством. Санкт-Петербург, речь. Это очень крупное издательство. И все свои книги, основной блок современного переиздания своих книг он именно издал в этом издательстве. Он, конечно, издавался и в Сеуле, Южная Корея, и Хабаровская краевая типография, вот, пожалуйста, да? Но основные книги он делал в Санкт-Петербурге. И это такая для нас радость, что он переиздал эти книги, потому что он с радостью дарит свои книги библиотекам. И фонды наши обновляются, и наше подрастающее юное поколение видит уже эти книги в современном полиграфическом исполнении, в более хорошем полиграфическом качестве, с изумительными иллюстрациями. Это очень важно, потому что детская книга, вы знаете, он еще в конце прошлого века получил прекрасную награду и было написано за выдающийся вклад в развитие советской детской литературы. Его вклад невозможно переоценить. Он великий. Геннадий Дмитриевич Павлишин – потрясающий труженик, удивительно скромный. Он не публичный человек, он мало дает интервью, вы это знаете, вы его не видите. Очень такой собранный, дисциплинированный, требовательный и невероятно работоспособный. Потому что, как он говорит, я жадный до работы. Вот это его девиз. И всегда, когда он обращается к подрастающему поколению в редких своих интервью, он всегда говорит очень правильные слова. Все, что я желаю молодежи, нашему поколению, молодому, это любить свою родину и трудиться, не покладая рук своих во благо Отечества. Вот к слову о молодом поколении. Сейчас в библиотеку приходят дети, вот читают Павлишина по запросу от школы, потому что сейчас у нас предмет дальневосточная литература более масштабно разворачивается, уже не как факультатив. Приходят, потому что родители приводят. Вот что вы могли наблюдать, как сейчас читают Павлишина, книги с его иллюстрациями, нашу дальневосточную литературу. Понятно, что, наверное, те объемы, запойные, как в Советском Союзе, понятное дело, они уже не те. Но, тем не менее, ценность книг, она не теряется. Я хочу вам сказать, я вот недавно стала директором Краевой детской библиотеки. У меня изменилась целевая аудитория. Это дети, подростки, юношества. Я общаюсь с родителями, и к нам приходят такие юные читатели, буквально с год-два. Это совершенно малыши, которые только научились читать. И к нам уже приходит интеллектуально мыслящая молодежь, это 16, 14, 15 лет. То есть такая целевая возрастная аудитория детская и юношеская, такой разброс очень большой. И, конечно, очень много внимания мы уделяем общению с родителями. Какой круг чтения? Вообще, насколько они в мире, да? И вы удивитесь, как хорошо родители и дети ориентируются не только в книгах Геннадия. Они ориентируются прекрасно в дальневосточной литературе. Они читают Сысоева, они знают произведения Наволочки, на чье имя мы носим. Амурские сказки знают все родители, а это значит, что их читают их дети. Книги невозможно. Вы знаете, бывает еще такой момент, когда талантливая иллюстрация создается для того, чтобы внимательно погрузиться в текст. Иллюстрация приковывает внимание. То есть ты сначала читаешь книгу, а потом внимательно смотришь иллюстрацию, насколько она соответствует содержанию, более визуальному. И совершенно обратный процесс происходит, когда смотришь книги, иллюстрированные Павлишиным. Ты сначала восхищен и часами смотришь иллюстрации, и только потом начинаешь обращаться к тексту. Вот удивительно, понимаете? И я думаю, успех амурских сказок на Агишкина и иллюстрации на Агишкин и Павлишин, да, это все совпало. Это просто изумительный, как вот, это просто музыка амурские сказки на Агишкина. Вы читали, да? Конечно. Да, конечно. И просто это настолько изжачные, настолько точные этнографические иллюстрации Павлишина. Это, ну, гениальное издание. И благодарность огромная родителям, которые знают дальневосточную литературу, которые изучают природу, историю. Наш уникальный, красивый, необыкновенный край талантливых, замечательных людей читают у нас дальневосточную литературу и знают Павлишина, и знают амурские сказки. А вот уже наша задача, библиотек, да, сделать так, чтобы как можно больше продвигать его творчество. И наша будущая экспозиция очень красивая. Гений книжной иллюстрации. Конечно, центральное место займёт экспозиция Геннадия Дмитриевича Павлишина и его потрясающих, роскошных изданий. Но мы же хотим ещё открыть мир гений в книжной иллюстрации, какие у нас были советские художники 30-х годов, и дети их не знают. А наши фонды способны открыть этих потрясающих художников. Или, бывает, знают иллюстрацию, но не знают автора. А потом смотрят, ой, так это же картинка была в моей книге в детстве. Да, да. Раиса Вячеславовна, спасибо вам большое за эту беседу, за эту прекрасную коллекцию, которую вы принесли, продемонстрировали, популяризировали, проанонсировали. Будем приходить, читать, вспоминать и наслаждаться. Это был проект «Смотри Хабаровск». Сегодня мы говорили о бесценном даре книгах и о талантливом художнике Геннадии Павлишине. У нас в гостях была Раиса Наумова, директор детской краевой библиотеки имени Наволочкина. Я, Анастасия Незнанова, прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!